Все привет, дорогие друзья, с вами я Иванушка, и я думаю, с той карты мы пока немного повременим, потому что все-таки надо снимать еще что-то. Я долго думал, что мне снять, может быть, связано что-нибудь с игрой в игре, как типа Майнкрафт, ну короче, забудьте о том, что я сейчас вообще сказал. Ну короче, я скачал карту под названием «Угадай ютубера по предмету». Итак, в этой игре, в этой карте, мы должны угадать ютубера по его предмету, его любимую предмету. Автор Рубикс, окей, давай-ка посмотрим о карте. Давайте прочитаем что-то, а, я случайно чат отключил. Ну, отключу я чат, потому что тут эти ошибки были. Так, нажимаем. Забор пожелать на карту «Угадай ютубера по предмету». Здесь вы можете проверить свои знания на русскоязычных майнкрафтеров. Вам предстоит угадать 12 ютуберов по предмету, с которым он ассоциируется. Сначала будут простое задание, потом будут чередоваться с более сложными. Ну ладно, давай-ка пока отключим чат, хотя не, будем так как они. Погнали! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы находимся здесь, окей. Фуга, окей. Это пятерка, скринник и джаст. Я особо не слежу за этими, я только знаю пятерку помимо джаста от своего друга, потому что он там смотрит из скринника, тоже знаю от друга, он там, короче, фанат майншилда. Да. Ну знаешь, я думаю, пятерка точно нет, потому что я чуть-чуть там о чем-то знаю. Скринник не думаю, давай джаст. Дбль. Так, джаст, неправильно. Я думаю, пятерка или скринник. Ну не думаю, то что это скринник, но я нашму. Давыд задолб... Блин, ладно. Не бейте меня в комментариях, пожалуйста, я почти ничего не знаю. Так что, ну вот так. Так, следующее у нас это компот, житель... Угу. И... Кто? Инсургенту? Первые вещи слышу инсургента какого-то. Но, решите ли компот, я знаю, я их смотрю. Так, изумруд? Ну, конечно. Легко. Так, пугу тоже майншилд. Фарадей, не знаю. И Клайд. Клайм. Ну, похоже на Клайм Безайдисона. Тотем бессмертия. Так, и не... Я надеюсь, тут не будет, типа... Надеюсь, тут есть контрольные точки. Так, фарадей... Вот. Пугу, да. Я вообще ничего не знаю про них, поэтому нажимаю сюда. КАК? Это просто рандом, как я это сделал? Ладно, переходим к следующему. Это у нас порох. Окей, порох, так порох. Андрей Остер. Модичат. Я там, не знаю, немного... Знаю о нем. Неркин точно нет. У него вроде бы любимый это отрезубец. Модичат точно нет. Но остался Андрей Остер. Конечно, Андрей Остер. Да... Что? Все, заново? Да... Так. У нас остались Снеркин и Модичат. Но Модичат тогда. Так, следующее. Это у нас ягоды. Окей. У нас Бафф. Знаю его тоже. Дэп тоже. И скрепка. Скрепка это гениальный чел, который создал к латуру из картошки. Но не думаю, что это его любимое. Так что отбрасываем его точно. Так. Дэп, Дэв и Бафф. Хм. Присчитал я уже неправильно. Не бейте, пожалуйста. Так. Это пятый уровень, но он всего 12. Итак, что можно сказать? Можно сказать Бафф, можно сказать Дэп. Я думаю, это... ЗАНОВО! Так. Не Дэп, значит Бафф. Верно? Так, следующее. Это у нас Удочка. Ага. Итак, следующий ютубер это Квадратный. Альфедов, мой любимый. Потому что я с помощью него нормально так начал понимать Мэншилд. И Нео. Так, Нео и Альфедов это те, которые я понимаю. Квадратный. Нео, кстати, тоже из Мэншилда. Квадратный, я не знаю, кто это. Так. У нас Удочка. Я не... А, мне кажется, это Альфедов. Потому что... Я не помню, но я думаю, это он. Да! Так. У нас остался Нео и Квадратный. Это Квадратный. В смысле? Так. Это не Альфедов, это не Квадратный. Но я не знаю, почему Нео связан с рыбалкой. Напишите об этом в комментах. Потому что я в последнее время уже не перестал смотреть Альфедов. Конечно, это Неркин. Серьезно, это самый легкий вопрос. Так. У нас есть следующее. Орлабус. Клайд. И Скрынник. Ага. Два новых ютубера. Ой, два старых и один, который впервые вот здесь. Итак, у нас Золотой меч. Скрынник. Клайд. И Орлабус. Знаете? Я не думаю, что Клайд вообще с этим как-то связан. Но я думаю, это либо Скрынник, либо Орлабус. Так что это Скрынник. Да! Это реально. Я вот когда смотрю, там типа просто вот он все время с Золотым мечом ходил. Я не понимаю, почему, с чем это связано. Но мы смогли угадать. Переходим к следующему раунду. Итак, у нас уже идет... Хм. Девятый уровень. Почти все задания сделали. Итак, у нас есть Лолтерек, который я знаю, смотрел. Заквейль, конечно же. Это Заквейль. И Альцест. Это же вроде Президент. Я не помню. Напишите в комментариях, кто уже Президент. Так. ТНТ. Альцест. Он вроде бы... Ну, вроде добрый. Заквейль, не знаю. Возможно, Лолтерек. Ну что ж. Еще бы не забыть, что ли. Да я забыт! Ай, так долго еще все это мутро. Итак, мы вернулись к Лолтереку. Заквейль и Альцесту. Заквейль и Альцесту. Лолтерек сразу отходит. Заквейль и Альцест. Заквейль. Почему-то я так сразу подумал. Не знаю, почему тот раз не подумал. Но да ладно. Так. Следующий у нас командный блок. И десятый уровень. Осталось сказать, за три уровня. Азлагар. Скрепка. И Мактус. Я думаю, это скрепка. Самая легкая. Так, у нас осталось два вопроса. Это Фиксай, Фасер и Жираф. Так, Жираф это тоже бухой человек, конечно, как мне говорил друг. Это, кстати, тоже из Майншилда. Итак, я знаю из всех этих хорошо, только Фиксай. И знаю то, что Жираф бухой. Ну все. Не обижай никого. Так. Пейтю Дракону. Да, это Жираф. Это та самая трагедия была. Я помню, там что-то было связано с яйцом. Той самой штукой. Я не помню, но там было. Итак, у нас остался последний вопрос. И мы уже близко. Да, да, да. Так. И последок у нас топор. Это Альцест, Дрим и Пиксель. Так, Пиксель не знаком. Знаком. Я не думал, что он связан как-то с топором. Насколько я помню. Дрим. Возможно. И Альцест. Еее. Мы прошли, ребят. Ребят, мы смогли, мы смогли. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут. Это Алекс Рубик. Спасибо за карту. Спасибо всем. Так. У нас тут пятерка. Мистер Баф. Вскринник, Неркин и Заквель. Та самая. И Питёпа. Так. Спектатор. Плохо. Не очень. Да чел, ты обижаешь. Конечно же, отлично. Ну что ж, ребят. Надеюсь, вам понравилась эта карта. Если понравилась, ставьте лайки. И не бейте, пожалуйста, на комментариях. Я передам другу, чтобы он посмотрел. И оценю. Ну что ж, с вами был я, Иванушка. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока! Всем пока!